Всем привет! Одна из самых частых проблем, которые встречаются при содержании мелких и средних попугаев, таких как волнистые попугайчики, кореллы, неразлучники, это хроническая яйцекладка. И если вы столкнулись с тем, что ваши птицы начали постоянно и бесконтрольно нестись, вы должны понимать, что это признак того, что ваши птицы содержатся в неправильных условиях. Существует три главные причины, по которым начинает развиваться хроническая яйцекладка, и все эти три причины действуют как единый комплекс. Первая причина – это хронические инфекции. Инфекции, которые поражают яичник и яйцевод, при этом меняется гормональный фон, при этом меняется тонус яйцевода, и происходит рефлекторное стимулирование полового поведения попугаев. Поэтому, если птица начала нестись, то первое, что нужно сделать, это провести бактериологическое обследование птицы. Вторая причина, по которой попугайчики начинают нестись – это неправильное питание. Избыток легкоусваиваемых углеводов, которые содержатся в зерне, стимулирует, опять же, нарушение гормонального фона в организме, стимулирует малую подвижность, стимулирует понижение тонуса яйцевода, и это также рефлекторно приводит к усилению полового поведения, нежелательного полового поведения. Помните, что зерновой рацион является лишь суррогатом, и ни в коем случае нельзя содержать птиц только на зерновом рационе. Ссылки на статьи о правильном кормлении попугаев вы найдете в описании к этому видео. Поэтому, если птица начала нестись постоянно, изучайте материал, начинайте правильно кормить своих питомцев. И третья причина, по которой происходит стимулирование полового поведения, как следствие хроническая яйцекладка – это малая подвижность птиц. Малая подвижность птиц связана с тем, что птица держат в клетках тесных, у них нет возможности летать. Даже если хозяин птицы уверен, что птица у него летает весь день по комнате, этого недостаточно. Это хорошо для усложнения взгляда хозяина попугайчиков, который думает, что вот у меня птицы летают по комнате, значит, они двигаются нормально. Нет, это самообман. Для того, чтобы волнистый попугайчик летал нормально, он должен летать десятки километров в день. Вот это нормальное расстояние, на которое должен летать попугайчик для того, чтобы быть здоровым. Соответственно, в условиях комнатного содержания вы никогда не сможете обеспечить такую подвижность. Выход из этой ситуации заключается в том, чтобы заниматься с птицей, обучать ее различным командам и тренировать. Команды самые простые, то есть это команда подзывки ко мне, команда места, команда стоп, команда нельзя. В принципе, все эти команды очень легко освоить при достаточном упорстве хозяина попугая, и вы легко можете найти множество статей о кликер-тренинге попугаев и собак. В принципе, методика очень похожа. Вы можете прямо брать методики по тренировке собак и применять их непосредственно к своим попугаям. Вот. И другая подпроблема, которая связана в том числе и с кормлением, и с движением, это то, что большинство видов, небольшинство питомцев, которые содержатся дома, они не могут грызть столько, сколько они должны грызть в природе. Мощный клюв попугая, он создан для того, чтобы активно грызть. И в природе попугаи, они активно выгрызают свои дуплы, то есть они не занимают чьи-то занятые дуплы. Да, конечно, они могут занять уже дупло, которое кем-то покинуто, но чаще всего попугаи сами выгрызают себе дупла ветких деревьев. И это можно использовать для того, чтобы нормализовывать физическую, когнитивную и половую активность домашних питомцев. Что вам нужно для этого сделать? Вам для этого нужно просто обеспечить птиц большими толстыми ветками, которые подходят для того, чтобы в нем было сделано дупло. Если речь идет о содержании волнистых попугайчиков, неразлучников или коррелл, то вам достаточно принести домой пенек диаметром от 20 сантиметров и длиной до полуметра. Сделайте в этом пеньке небольшое отверстие, которое будет намеком на то, что здесь может быть дупло. И птицы будут заниматься тем, что они будут прогрызать это дупло дальше. Собственно, заниматься они этим будут очень увлеченно и много времени. Это очень хороший тренажер для челюстной мускулатуры волнистых попугаев. Это занимает их на весь день. Это укрепляет тонус мышц. И вы таким образом даете им возможность проявлять нормальное половое поведение без репродуктивного поведения. Когда попугаи прогрызут дырку достаточного диаметра для того, чтобы самка помещалась сюда полностью, просто меняйте это дупло на новое бревно. И таким образом вы будете поддерживать эту активность сколько угодно долго без вреда для птиц. И мои пациенты, хозяева которых применяют эту методику, они живут в таком режиме уже много лет. У меня есть знакомая пара коррелл, которая занимается выгрызанием себе дупла уже 5 лет, хотя до этого они активно неслись. И птицы здоровые, активные, они не агрессивные. Поэтому используйте эту методику. И это самый лучший способ регулировать половое поведение попугаев. Но не забывайте о том, что если птица не слазь, то, о чем я сказал в самом начале видео, птицу необходимо полностью обследовать. В частности, нужно проводить бактериологические исследования, нужно нормализовывать рацион и нужно нормализовывать активность. Грызение – это часть нормальной активности. Без вашего активного участия, без обучения птиц активному полету в помещениях не обойтись. Конечно же, само собой, разумеется, вы должны иметь большую игровую зону, то есть должен быть у птиц стенд доступен постоянно, они должны постоянно летать в комнате. Я не говорю вообще о том, что птица должна содержаться в клетке. Клеточное содержание птиц недопустимо. То есть клетка – это место, где птицы спят и едят. Все остальное время домашний питомец, если вы не являетесь заводчиком попугаев, а именно вы переживаете о качестве жизни попугаев, если вы хотите, чтобы он был здоров, а не просто был украшением и радовал ваш глаз, вам необходимо обеспечить ему внеклеточное содержание. И поэтому еще раз напоминаю, что клетка – это место, где попугай ест и спит. Собственно, вот такие вот меры помогут вам обеспечить здоровье попугаем и избежать серьезных проблем, которые связаны с отсощением и с нарушением психики, которая развивается неизбежно при хронической яйцекладке у попугаев. Кстати, эта же методика работает очень хорошо и для средних и крупных попугаев. Если вы обеспечите пару жако, амазонов или какаду большим чурбаком, диаметром вот примерно с это бревно, то вы тоже самое будете решать эту проблему. Птицы будут заняты постройкой своего гнезда, они будут активно его грызть, будут тренировать свою мускулатуру и будут заняты приятным и полезным им делом. Потом вы просто меняете чурбак на новое дерево и так продолжаете до бесконечности. Вот на этом все. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!